Субтитры создавал DimaTorzok Другой коллегой Анастасии Вознесенской 56 лет и все это время старался делать ей приятное. Он добавил, что они не являются артистами по складу психики, не любят публичности и поэтому Новый год празднуют дома. Андрей Мягков был очень популярен в СССР и у представительниц слабого пола, но он оставался верен любимой жене. Его не привлекали ни красавицы-актрисы, ни фанатки-воздыхательницы. Поклонниц было много, признался артист. Девушки писали кубниру письма, поджидали, но единственной женщиной в жизни знаменитости была обожаемая жена. Ради Анастасии Вознесенского начал писать детективы, потому что ей нравились произведения в этом жанре. Также избранница вдохновила артиста на то, чтобы он начал писать картины. Как писали СМИ, Андрея Мягкова не стало 18 февраля, звезда иронии судьбы или с легким паром ушел из жизни дома. Нашла актера жена, к сожалению, он скончался до приезда скорой помощи. Мягков прославился своими работами в кино, в первую очередь ролями Жени Лукашина в «Роне судьбы» и Анатолия Новосельцева в «Служебном романе», который снял Альдар Рязанов, а также участием в его же фильме «Жестокий романс». Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Первой его ролью в кино стала работа в комедии Лема Климова «Похождение зубного врача». Фильм вышел в ограниченный прокат в 1967 году, после чего был положен на полку. В 1968 году вышла экранизация «Братьев Карамазовых» Достоевского, в которой артист сыграл Алешу Карамазова. В 1976 году по заказу гостей радио СССР был снят трехсерийный художественный телевизионный фильм «Дни Турбиных» по пьесе Булгакова, в котором Мягков исполнил роль Алексея Турбина. «Ирония судьбы или с легким паром» была показана по первой программе Центрального телевидения 1 января 1976 года. Показ двухсерийного фильма стал новогодней традицией, в следующем году был снят служебный роман, он стал лидером проката 1978 года. Партнершей Мягкова по фильму стала Алиса Фрейнлих. «Он был импровизатор, ему было подвластно все, и психологическое наблюдение, и драматические ситуации, и комедийные», сказала артистка Светлана Немоляева, игравшая с Мягковым в служебном романе «Играже». «Мне кажется, его никогда не забудут, потому что фильмы с его участием показали испытания временем, они востребованы, их смотрит не одно поколение». «Он прекрасный артист и такой закрытый, интеллигентный человек, печально, когда уходят актеры твоего поколения», сказала актриса Илья Хиджакова, снимавшаяся в «Ироне судьбы» служебном романе «Играже». «Несмотря на видимую скрытность, был невероятно смешным импровизатором, обаятельным хулиганом и настоящим мастером, вспоминая свою работу с ним, основное, что осталось в моей памяти. Это огромное удовольствие быть его партнером», сказала режиссер Никита Михалков. С 1987 года Михалков служил в МХТ имени Чехова.